Всем доброе утро, как у вас дела? Мы дома, Полинка чуть-чуть приболела, у нас все на работе, маленькая Милинка в школе, а я дома с ребенком. Сейчас нужно будет ей сделать завтрак, попаять чай и вылечить ее за один день. Полинка очень любит на завтрак омлетик с молочком, яичница, все. Я ей сейчас вот сделал омлетик, вот, сейчас сделаю ей чаек и буду ее кормить завтра. Так, возьму-ка я ей сделаю такой мятный чай и добавлю еще чуть-чуть аромашки. Да, Полька, твой любимый. Полина, тебе вилочку или ложечку давай? Ложечку хочешь, да? Опять упала? Да, Полька, давай, все, вот я тебе сделал чаек вкусненький и яичко с молочком вкусненький. Чай! А? Пеппу. Сейчас тебе принесу пеппу, да, и будешь кушать, давай, молодец. А я себе сделаю копию, да? Я тебе пеппу. Хорошо, сейчас у меня планы, я уже вчера сделал планы, поеду в сервис, отвезу машину в сервис, мне нужно кое-что посмотреть, показать, поеду там в зал, позанимаюсь, там еще что-то. А Полиночка вчера, бац, такая, 38,5, все, температура, так что задание у меня за один день вылечить ребенка. Опа. Так, девчонки, поели утром, да, оставили целую гору посуды. Сейчас нужно будет по папке идти мыть посуду, правильно? И в зал хочешь? Да. Полька, ну ты же болеешь. Нет. Выздоравливай быстрее, пойдем с папой в зал, хорошо? Да. Да, сейчас мы постираем белье, включим нашу машинку и пойдет папа мыть посуду. В зал. Ну какой в зал? В зал. В зал, в зал, в зал. Ты мой будущий котек? Нет. Да? Нет. Нет. Пришла старшая дочь, я у нее отпросился на часик в зал. Эта мелкая тоже пришла со школы, сейчас я ее отвезу к подруге, она хочет с ней погулять. Свою дома сделали с Полинкой очень много дел, почти что выкинули диван, поменяли местами холодильник. Короче, что-то мы дома натворили. Так что, смотрим. Друзья, сходил я в зал. Привет. После зала забрал Настеньку с работы, сходили мы с ней вместе в магазин. В магазине мы вам ничего не поснимали, потому что там в этом магазине в этот раз играла очень громкая музыка. Как будто была 10 кека, да. Купили паринки, смотрите, какие. Волшебную палочку. Три волшебные палочки. И еще я сегодня был в зале, в таком зале был, который, это первый зал, фитнес-зал, который появился в Липае. Там все сделано практически своими руками. Все станки, все гантели, все. Это где? Где ты был? Да, в центре. Как-нибудь позже, может быть, покажу, как там все это видно. Взал находится в подвале. Потом покажу. Там очень интересно. Сейчас мы приехали домой, будем ужинать. И посмотрим, что мы будем делать дальше. И дальше с Полиной. Так, Поля, папа с мамой были в магазине и купили что-то домой, да? Да. Покушать. Покажем, что купили? Да. Да? Это что у нас? Это у нас салфетки для рук. Это салфетки для рук на кухне. Так, это у нас, опа, это мы купили помидоры. Это мы купили огурцы. Так, взяли вот такие вот, взяли вот сосисочки. Бояру написано, без аппалка муссу цисини. Да, эти, кстати, очень вкусные, да? Да. Держи. Так, взяли такой хлеб. На нашу семью хлеб должен быть большой. Да, сыр взяли российский. Бери, бери, Колька, сыр. Так, взяли вот такое вот молочко. Молоко. Да. Холодильник. Давай, кольди туда. Холодильник, холодильник, да? Молодец, Поля. Так, о, какой мы чай взяли. Да. Фруктовый, да, Полька? Да, твой. Это тоже. Тоже, да? Так, взяли, мама с папой взяли два огурца. Да. Твое. Твое, да, это? Твое. Взяли вот такие макаронки. Мама. Твои любимые, нет? Да, мы мои. Танше. Опа. Мы взяли. Мам, коль. Настя, что это? А? Что это? Где? Рицепупс. А это рисовые галеты. У нас появилось что-то новое. Оно со вкусом грибов, масла, оливкового и сметаны. И они такие не как стандартные галеты, а такие маленькие. Попробуем. Окей, Полька, будем пробовать. Да. Так, что мы еще взяли? О, это Моникину любимую колбасу. Я тоже. Твоя любимая, да? Это тоже моя. Да. Опа. Это мы взяли по шоколадке. Кому, Милки Вэй? Да. Правильно. Так. Мирина, шоколадку хочешь? Чешок расскажи. Да. Так, Коля, это тебе на утро. Да. На утро. Где Моника? Взяли пасту, президент. Это чтобы сверкала наша улыбка. Да. Где Моника? А Моника взяла уже. Так. И что мы еще взяли? Творог взяли. Лавку без пенс. Девятипроцентный, да? Ну и все. А, нет, еще что-то. И там майонез. И сметанку. Еще у нас. Еще у нас в Максиме. Есть такая акция происходит. Там такие наклеечки. Подожди. И смотришь на наклеечки. И потом по наклеечкам можешь брать такие маленькие зверюшки. А в этих маленьких пачках мозаики маленькие. И ты из много-много мозаик маленьких собираешь большую-большую картину. Мы потом покажем, что мы собрали. Правильно, Монь? Да. Правильно. Ну и все. Пакет пустой. Так что, всем хорошего вечера. Да, Поль? Друзья, а еще нам захотелось одну большую ягоду. Все. И я выступил съездил в магазине и купил большую-большую ягоду. Ягода вообще это арбуз. Все-таки сентябрь. Мне кажется, мы все лето ели, но убери спину. Вернись. Ну все-таки, подвинься чуть туда. Но все-таки... Самый сентябрь. Ну встань там, если я тебя видела, а не то. А как мне резать здесь? Да, встань там и режь, чтобы я тебя видела. Все-таки, как сказать, сезон-сентябрь. Плохой арбуз. Что-то хотел сказать так. Плохой вы. Я не знаю, как-то нужно выбирать эти арбузы. Кто там в магазине стучит вот так вот ухом там. Кто там вот так стучит. Кто-то там, не знаю, там повеска. Я, кстати, если все будут стучать, они для меня все звенят одинаково. И ничего это не... Мы обычно арбуз заберем как? По интуиции. Красивый, красивый. Понравился, понравился. И все. Ну реально. Хвостик там сухой, не сухой. Там желтая. Да что ты берешь? Ты уже снимал видео и рассказывал, что ты берешь, что вон был. О, нифига себе. Главное, чтобы нет. Один раз. Тухлый, да. Нормальный, точно? Я не знаю. Рассказывали мы. Я не помню. Возьми взяли офигенный арбуз. Ну что он был? А, у меня там 10. О, просто пол будет быть. Килограмм 10. Приехали домой, разрезали все. А он внутри уже, ну, вином, вином. Ну он прям тухлый, тухлый был арбуз, да. Очень тухлый. И расскажи, что дальше было. Я такой, Моника, поехали в магазин. Взял с собой Монику, взял арбуз, в мусорный пакет кинул. Приезжаю в максимум, кладу им в кассу, на кассу. Говорю, вот купили у вас арбуз. Но он тухлый, вонючий. А ты еще такой, говорит, понюхайся, да? Продорез такой понюхал. Ну да, не очень вонючий. Я такой, я хочу вернуть деньги, потому что я арбузы у вас в магазине брать не буду. Ну и все. А чека у меня нету? Ё-по-ресетэ. Этот кассир. А чек мы оставили в магазине. Ё-по-ресетэ. Этот кассир сталкивая за мусорники искать чек. И мы вместе с ним, он берет, застает из мусорники чек. Вы говорите, этот, 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 я говорю, нет. В конце концов, мы нашли чек. Он вызвал старшую кассирку. Старшая, не знаю, они нас смотрят, не смотрят. Да, конечно. Старшая кассирка пришла, такая, что случилось? Я говорю, купил арбуз, он тухлый. Хотите, может, нюхать? Мы кое-что, нет, я не буду нюхать, я вам верю. Ну и все, отдали денежки нам, и мы пошли в магазин и купили арбуз. Но он был очень вкусный, правильно? Вкуснее, чем этот, который был. Да. Это вообще первый раз в жизни, когда нам попался тухлый арбуз. Это вообще жесть. Вообще жесть, как он воняет. Да, вы бы знали, как пахнет тухлый арбуз. Короче, разрезал арбуз вот так, пока я вам рассказываю. Ну, главное, он так режет, режет, а мы потом берем девчонками и себе вырезаем в тарелочку маленькими кусочками без шкурки и вилочкой, и вилочкам кусочками. Давай. Пошли, да? Да. Челкунок на 45 больше, чем личинок мальского. Сколько всего личинок и гусениц седает кукушка за день? Так выражение я уже сделала. Ну, 40 минус 5, это мы узнали. Что, снимаешь? Да вы так интенсивно здесь делаете уроки. Покажи действия. Господи, скоро не каникулы летние. Марсик, фу. Это только 4 класс, а у меня уже мозг. Это я тебе скажу больше, это только 12 сентября. 40 минус 5, это 35, и 35 плюс 45, 80. Размешай суп, пожалуйста, я там суп варю. Да, мы еще и суп варим, оказывается. Угу. Ну что, Миленка? Как успехи? Нормально? Да никак. Опять математика или это что? Матеша. Так, ну. Пойду к Полинке, она меня там зовет. Она у нас приболевшая сейчас температура. Вот описание это. Давай, Милен, папа, все, говори всем. Друзья, ладно. На сегодня пока-пока, и мы сегодня запарились, такой он день сумасшедший. Вы знаете, вы знаете, что мы сегодня делаем. Влог от папы, да? Я сегодня ленивая. И поэтому всем пока, всем хорошего вечера, всем спокойной ночи. Да. И легких уроков. Легких уроков и легкой, легкой, легкой. Ладно, что это с ним не нравится. Это вырежем, да? Да. Все, пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok